Пришло лето, а вместе с ним появилась спелая, сочная клубника. Многие поспешили на рынок для того, чтобы приобрести к столу эту очень вкусную и полезную ягоду. Продавцы, а в своем большинстве это физические лица, постарались, чтобы каждый имел шанс выбрать то, что ему по душе. На прилавках от совсем маленьких до довольно крупных сортов. Но не это главное, уверяют опытные садоводы. С клубникой достаточно много надо работать. Это касается прополки клубники, это касается сбора клубники. Бывают такие переменные погоды, как сейчас вы сами смотрите. Ну, бывает периодически тяжело, но можно не опуская руки что-то сделать, исправить ситуацию. Я думаю так вот. Сезон клубники открыт, в полном разгаре. В основном у нас на рынке продают клубнику физические лица, которые вырастили на своих огородах, дачах, приусаденных участках. Наши предприятия также закупают у населения клубнику и реализуют ее. Вся продукция, которую видят на прилавках Брестского рынка покупатели, проходит тщательную проверку. Касается это и клубники. В лаборатории в измельченном виде ягоды исследуются на специальных приборах, которые отражают наличие или отсутствие опасных веществ. Если с клубникой все в порядке, продавец получает на руки справку о годности. Мы принимаем клубнику, обычно где-то 300 грамм, как минимум, до килограмма. Смотрим органолептическое исследование сначала проводим. Такая проверенная клубника не вызовет у покупателя сомнений. Беспокоиться за ее вкусовые качества и полезные свойства не придется. Другое дело, когда ягода куплена с рук. Тут, как и в случае с любыми другими товарами, предъявить претензию точно не получится. А вот неприятные последствия останутся. Готовую пищу мы не берем. Если это просто фрукты и овощи, приходите домой, обязательно моете их. Если есть бутилированная, то бутилированной водой. Или хотя бы кипяченой водой. Можно отдать кипятком также. Это еще лучше будет. Для того, чтобы не стать жертвой собственной халатности и доверчивости, специалисты советуют. Лучше брать проверенные и идти покупать ягоду туда, где для ее продажи необходимо специальное разрешение. А добросовестный продавец подскажет, на что обратить внимание и какую клубнику лучше взять. Красная должна быть вот такая вот, сладенькая будет. Вот. Но у каждого свой вкус. Кто-то сладкоежка, кто-то не сладкоежка. Кому-то как. То есть, это человеку в любом случае надо пробовать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.